Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим такой момент, как БЖУ. Прошлое видео было очень-очень длинным, поэтому это видео я сделаю гораздо короче. В общем, смотрите. Первое. Белки. Белки нам нужны, соответственно, в количестве 1 грамма на килограмм тела. Но есть такой подводный камень. Белки, в отличие от углеводов, они так долго не будут работать. В таком большом количестве. То есть, если мы закинемся, допустим, 100 граммами белка, то большая часть из них не усвоится. Усвоится только 20 грамм белка примерно за раз. Поэтому мы должны съедать где-то за один прием пищи, ну, в районе как раз 20-15 граммов белка. Потом, соответственно, должно проходить 2-3 часа, он усваивается, и мы дальше съедаем еще одну порцию белка. Вот такая вот есть особенность с белками. И белки я бы рекомендовал считать только из продуктов животного происхождения, так как они наиболее насыщены аминокислотным составом. Дальше едем. Значит, жиры. С жирами очень скользкая тема. Скользкие эти жиры. Вот. Но суть какая? Суть в том, что когда вы кушать будете жиры, вы должны, соответственно, ориентироваться вот на что. Если вы не страдаете прям сильным избыточным весом, то вы едите 1 грамм жира на килограмм тела. И в принципе этого должно хватить. При этом получается, что большую энергию вы будете получать все-таки из углеводов. Это классическое питание. Сейчас мы подойдем к углеводам и разберем, как их считать. Но смотрите, если вы занижаете углеводы, вот это вот питание, о котором я говорил, антиинсулина, вот это резистентное, оно предполагает занижение углеводов, то есть занижение вообще таких поступлений, все, что поступает быстро, достаточно энергии, да, потому что самый медленный продукт и очень энергоемкий – это жиры, да, то есть то, из чего, где у нас гликемический индекс, чего, низкий, да, а, соответственно, организм потратит очень много, как вам помягче это сказать, ну, не энергии, ну, в общем, очень много времени на то, чтобы расщепить эти жиры. И, соответственно, пока он расщепляет, в общем-то, эти жиры, он в каком-то смысле больше голодает, с одной стороны. С другой стороны, мы приучаем организм работать еще при помощи липолиза. То есть, короче говоря, худеть можно за счет жиров, понимаете, как вот это парадоксально бы не звучало, но если вы едите жиры, вы будете худеть. Вот, но при условии, если вы сидите именно на диете, на правильном питании, даже я бы так сказал, которое будет снижать вашу инсулинорезистентность, вот, и если у вас занижены, конечно же, углеводы в вашем рационе. Вот, теперь смотрите по количеству углеводов, какая у нас информация. Значит, женщинам 2 грамма на килограмм тела, мужчинам 3-4 грамма на килограмм тела углеводов. Но тут есть скользкое, но очень скользко с углеводами, еще, наверное, больше скользят они, чем жиры. В зависимости от индивидуальных процессов, происходящих в нашем организме. В чем суть? Вот, понимаете, как углеводы, когда вот все эти нормы создавались, считались именно и усвояемые, и неусвояемые. То есть и клетчатка туда входит, для мужчин 4 грамма, допустим, на килограмм тела, и ценные углеводы. Вот, и, как правило, если говорить о только ценных углеводах, то вот там рекомендация будет в два раза меньше. То есть женщинам где-то от грамма до полутора грамм на килограмм тела, а мужчинам где-то до двух грамм на килограмм тела. Это если мы хотим, конечно же, похудеть. Вот так вот источники разные разнятся, вот так вот, короче говоря, и такая, нет стойкой корреляции в какую-то сторону. Поэтому если мы считаем БЖУ, нужно учитывать моменты. Если у нас сильно выражена инсулинорезистентность, или мы там так посчитали, хотим провести профилактику диабета второго типа, мы, конечно, углеводы должны занижать, прибавлять жиры и пользоваться той схемой, о которой я говорил, антиинсулинорезистентной, которую вы можете посмотреть в инстаграме у меня. Вот. А с вами я прощаюсь, друзья. Спасибо вам за внимание, ваши уточняющие вопросы. Пишите мне в комментариях, буду счастлив ответить. Да пребудет с вами здоровье!